Самое главное, чтобы человек, который приходит к нам на отбор, ушел отсюда с хорошим настроением и желанием прийти сюда еще раз. Для Павла Пронина живой диалог с каждым ребенком – это обязательное условие. Саров стал вторым его в длинном списке городов, в которых проходит прослушивание детей для отбора на международный проект «Нукиц». И хотя придется отсмотреть порядка двух тысяч претендентов, каждый юный артист получит свою долю позитивных эмоций. Мы с ним пообщаемся, мы с ним повеселимся в первую голову. Все остальное – все эти пения, все эти стихи, проза, басни, все эти танцы – это так, это прилагается. Максим Хлапов впервые решил попробовать свои силы в международном проекте. Юноша занимается вокалом и планирует выбрать в дальнейшем творческую профессию. К прослушиванию он подготовил не только музыкальные композиции. В арсенале Максима есть и танцы, и проза. Все спрашивали, ах, откуда вы купили эту шубу? Ну, кто вам ее подарил, кто вам ее прислал? Сурпризом для Максима стал проявленный интерес к его увлечениям и хобби. Вопросы координатора проекта хоть и стали неожиданными, но не смутили молодого человека. «Вообще нет. Когда он начал говорить про сериал, я ему ответил про свой сериал. Мы с ним так разболтались, хорошо, у него там как-то, знаете, мед на душу». К своему выступлению Максим отнесся критически. Не все сделал так, как задумывал, но в целом остался доволен. «То, что я пела капельно, то есть без фонограммы, мне кажется, это было лучше гораздо, чем фонограмму. Вот, проза. Просто тоже мог бы быть лучше, но, мне кажется, это не самый худший вариант, какой мог бы быть». Всего на прослушивание пришло более 20 детей. У каждого свой творческий стиль, свой уникальный внутренний мир. И задача проекта – явить миру таланты этих детей. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей САРУ-24.